В городе Белгород состоялось грандиозное событие – четвертый международный фестиваль «Звенящие кедры». Накануне фестиваля произошло не менее важное событие – съезд активистов родной партии, которая объединяет тех, кто разделяет идеологию жизни на своей земле. Навстречу было решено много важных вопросов. Лидером партии был выбран Владимир Николаевич Мегре, известный российский писатель, автор серии книг «Звенящие кедры России». Ведь именно его книги послужили началом новой идеологии, началом нового образа жизни. Люди осознали, что можно жить по-другому, жить в единении с природой, создавать пространство любви в своем родовом поместье, дать светлое будущее своим детям. Книги получили отклик в сердцах тысяч людей, и на сегодняшний день идея, описанная в книгах, стала национальной идеей России. По всей стране создано уже более 210 поселений, состоящих из родовых поместьй. Для людей очень важно, чтобы был принят закон о родовых поместьях на федеральном уровне. Чтобы на федеральном уровне был принят закон о выделении всем желающим жить на земле, земельного участка, размером 1 гектар, или кто сколько пожелает, в пожизненное наследуемое владение, без права продажи и перепродажи. Белгородская область стала первой, где был принят этот закон. Уже в 11 районах области оформлено почти 200 гектаров земли для родовых поместьй. И именно поэтому для проведения 4-го международного фестиваля «Звенящие кедры» был выбран город Белгород. Жители Белгорода славятся своей теплотой и гостеприимством. Они радушно встретили гостей из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. В числе официальных гостей были Владимир Николаевич Мегре, губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко, заместитель губернатора Белгородской области Валерий Александрович Сергачев, мэр города Сергей Андреевич Баженов и глава администрации Белгородского района Юрий Владимирович Голдун. И именно правительство Белгорода стало организатором 4-го международного фестиваля «Звенящие кедры». Торжественное мероприятие открыл губернатор области Евгений Савченко. Также приветственное слово сказал Владимир Мегре. Большое спасибо, что вы есть. А вы – это те маленькие росточки, которые пробиваются, пробиваются сквозь потоки негативной информации, пробиваются своим прекрасным новым временем. Праздник сопровождался насыщенной программой. Был проведен музыкальный конкурс. Была организована ярмарка, в которой приняли участие представители родовых поместьй из разных регионов России. Фестиваль «Звенящие кедры» – масштабное и значимое мероприятие. События освещали местные и региональные СМИ. Была проведена пресс-конференция, на которой Владимир Мегре и представители власти ответили на все интересующие вопросы. Почему именно Белгородская область и что вы хотите увидеть здесь, услышать, узнать нового для себя? Белгородская область первой приняла закон о родовых поместьях. Поэтому меня интересует прежде всего атмосфера, которая складывается. Здесь очень дружественная атмосфера между людьми и властью. Они, в общем-то, как на равных общаются. Вот это мне нравится. В завершении дня Владимир Николаевич смог поближе пообщаться со своими читателями. Он вас, так скажем, вдохновлял на новых книгах. Вот такой вот подъявленный. Второй день фестиваля прошел в поселении родовых поместьй «Серебряный бор» в селе Устинка Белгородского района. Поселение родовых поместьй – это уникальные места на нашей земле. Ведь здесь люди возвращаются к своим истокам и живут в гармонии с собой и природой. У меня есть детская своя полянка, у меня там клумбы, растения. Главное – это мы несем здоровый образ жизни родового поместья. Это самое главное. Гости смогли поближе познакомиться с бытом и образом жизни жителей поселения. На протяжении всего праздника работала выставка декоративно-прикладного искусства и ремесел, а также мастер-классы по кружевоплетению на коклюшках, ручного ткачества и декоративной стежки. На центральной площадке выступили лучшие народные и фольклорные коллективы. В рамках открытого марафона любой желающий мог поделиться своим творчеством, стихами и песнями. Фестиваль прошел на высшем уровне. Гости поблагодарили организаторов. Со своей сибирской щедрой земли мы привезли подарки организаторам этого чудесного праздника. Очень рады за вас, что здесь у вас так красиво. И какой у вас замечательный город. Хороший у вас губернатор. Очень светлый человек. И вы здесь все улыбчивые. Привезем домой частичку вашего тепла. Спасибо вам большое. И мы привезли сеянцы сибирского кедра, чтобы здесь возродились кедры. Очень важно, что представители власти Белгорода понимают всю ценность и необходимость поселений, родовых поместий. Ведь это новая идеология образа жизни. Это оздоровление нации. Это прочные семьи, живущие в любви и согласии. А значит, прочное будущее всего государства. Мы сегодня видим это великое начало. Великое начало строительства нового пространства, новой цивилизации, где нет богатых, нет бедных. Где любви больше. Человек, который изменил сознание и меняет, продолжает его менять. И мы прошли, мы же убедились, насколько здесь много светящихся людей. Владимир Николаевич, нижайший вам поклон. Мы заслужили того, чтобы о вас помнили навеком. Международный фестиваль «Звенящие кедры» – это всегда праздник. Ведь он собирает тысячи людей, людей, сплоченных одной идеей. Любящих свою землю, почитающих свои корни и семейные традиции. Фестиваль принес массу положительных эмоций, возможность пообщаться с единомышленниками, поделиться своим творчеством, рассказать о себе и узнать о жизни других поселений и родовых поместьй. До встречи на следующем фестивале, друзья!